Всем привет, друзья, с вами Леар. Мы продолжаем проходить сборник карт, который называется Missing Information. Сегодня у нас будет две карты. Е3 2003 года и Е3 Depot. Это тоже такие карты, которые есть в бете. В бета-версии Half-Life. Извиняюсь за то, что долго не выпускал ролики, в этом виноваты соседи, вооруженные дрелью. Не знаю, что они там сверлят. Хоп, такой... Из старой версии Джумена превратился в новую. Здесь как бы показывается мимика лица, если что. Заводите внимание, мистер Фреймэн. Я только буду сказать это once. То есть сначала как бы нам показали старого Джумена. Каким он был. Теперь как бы нового. Чего достигли. Эта карта 2003 года. То есть чего создатели достигли в 2003 году. Показали мимику лица. То, что теперь персонажи не как окаменелые. Теперь у них хотя бы лицо меняется во время разговора. Тут как бы у нас есть оружие, но нам не в кого стрелять. У нас есть просто пистолет и психик манипуляйшн ган. Вот такая вот вариация грави-пушки. Правой кнопкой мыши я могу накладывать вот такие вот шары. Правда я не совсем понимаю, что я ими делаю. Видите, у меня их 191, 190, если я выстрелю. Я так понимаю, это старый вариант грави-пушки. Поначалу она должна была быть такой. Возможно. А может быть и нет. Психик манипуляйшн ган. А может быть это должно было быть какое-то отдельное оружие. Кстати, вот в бета-халф-лайфе можно найти марку Пепси. Видите? Скрытая реклама Пепси. То есть там марку не меняли. Это финальной версии халф-лайфа изменили. Заменили там все названия Пепси, там, Кока-Кола, допустим, на другие. А в бета-версии как бы вот называлось так, как они называются. Короче, скрытая реклама. В этой карте как бы ничего нет. Это просто тестовая карта. Как видите, здесь даже нету текстур никаких на стенах. Просто стены и все. Поэтому проходим дальше. Проходим дальше и получаем вот такую вот версию грави-пушки. Это, скажем так, почти финальная версия грави-пушки. Только немного по-другому держит ее наш герой. Он держит ее перед собой двумя руками. Мы как бы спустились сюда на лифте. Это вот все показывалось на Е3. Это текстуры. Разные текстурки здесь показывались. Допустим, текстура камня или дороги. Текстура воды. Хочу сказать, это довольно красиво смотрится. Несколько видов даже текстур воды. Вот, смотрите. Допустим, это как бы река, которая течет. А это что-то типа бурлящего озера. В общем, для 2003 года это довольно красиво. Вот это вот мне нравится больше всего. Как будто это из церкви. Доктор Фрейман такой нарисованный. Вот здесь вот показана камера. Там дальше, если пройдем, мы увидим Джимена. Не здесь, конечно, а с другой стороны. Наверное, кто-то из вас сейчас испугался, да? Извиняюсь, если вы испугались. Но так было задумано. Вот. Джимен. Это Алекс, если что. Как бы моделька Алекс, только у нее она из воды. Это специально так сделано, чтобы показать, как через воду огонь, допустим, горит. И т.д. может быть и не специально. Ой, меня огонь как-то продамажил. Вот камера. Камеру тоже специально показывали для того, чтобы ну вот, смотрите. Ползет хедкраб и как бы прыгает на камеру. Но камеру как бы можно поднять. И видите, куда я камеру поворачиваю, то на экране и происходит. Как бы для 2003 года это было достижение. В первом Half-Life такого не было. То есть я, допустим, могу положить вот так вот перед хедкрабом и будет показывать хедкраба. То есть свободная камера, скажем так. не зафиксированная где-то, а просто которую можно перемещать. Правда, она перевернута немного. так, пойдемте дальше. В общем, эту карту просто демонстрировали на выставке, скажем так. вот тоже показывали. Я не знаю, возможно, это был Ревенхолм, либо нет. нет. Здесь какое-то побережье, стоят краны. Да блин, не кидайся. И очень много зомби, что похоже на Ревенхолм. Также там старые дома. Если пройти дальше, можно увидеть. Старые дома того же типа. Тут просто побережье, как бы, ничего такого особенного нет. Но, видите, тут много чего недоработано, потому что эти части карты, как бы, и не показывали. Это неиграбельная часть карты. это вообще не для игры, было создано, а просто для демонстрации. И вот знакомые места, очень похожие на те места, где мы встречаем отца Григория. По сути, здесь ничего нет. Ну и вот как бы все. Давайте следующую карту. Где под? То есть, возможно, предполагалось, что доктор Фриман попадет в этот город зомби через лодку, через побережье. Но потом сюжет поменялся. Вот здесь вот уже можно пострелять. Давайте возьмем для этого винтовочку, потому что мы не часто стреляем из такого оружия. Ой, а я тут застрел. Ладно, вы тут сами разбирайтесь я пошел с 8 хп с двумя хп все. Давайте уровень сложности легкий поставим. Скорее всего это должно было быть какое-то ущелье или местность, где мы сражаемся одновременно и с муравьиными львами и с комбайнами. То есть видите, тут как есть и броневики, на которых приехали комбайны и мир мидонт. В то же время тут вертолет летает. Хотя это не вертолет, конечно. Я просто забыл, как он называется. Возможно, эта локация должна была быть перед тюрьмой, которую шоу доктор Климан. Я точно не знаю. Или после, потому что видите, мы как бы выходим в пустошь. Вот наша машина. Здесь подводная лодка, которая показывает, что когда-то это было огромное море или огромный океан, но он осушился. Эй, там вот база. База комбайнов. Давайте подъедем поближе. В подводной лодке ничего нет. Она абсолютно пустая. Но я все равно вам покажу ее. вот абсолютно ничего нет. Кстати, машиной тяжелее управлять. Она тут более неповоротливая и если она разгоняется, то ее уже остановит. Наша с вами задача сейчас просто доехать до твоей базы. здесь как бы ничего нет. Лодка можно объехать с нескольких сторон. Можно с этой, можно с другой. но видите тут что происходит. Как бы отсутствуют текстуры, вернее не текстуры, а рельеф. То есть мы просто падаем в пропасть в песок, который находится под землей, по которой мы только что ехали. И мы оказываемся под базой. я во что-то уперся. Правда я этого не вижу. Кстати есть какой-то мод с полноценной вот этой вот миссией. Там тоже есть подводная лодка. И именно вот эта вот локация. Ну в общем вы поняли. Давайте дальше. Индустриал. В этих миссиях нет какого-либо прохождения, они просто показывают. Просто показывают бета версию Half-Life. Вот те миссии, где красная надпись снизу. Это из бета все. Индустриал сайт. Городские жилые районы. То есть предыдущая миссия возможно ее смысл был в том, что доктор Фримен идет по ущелью, потом встречает машину, либо наоборот, возвращаясь с этой базы, садится в свою машину и по ущелью начинает гонять, включая на своем пути комбайнов, там мирмидонтов. в этой карте тоже ничего такого не будет, никаких перестрелок, просто город, по которому ездит поезд туда-сюда. Но хочу заметить, вот в этих картах больше свободного места, вот в городских я имею ввиду. То есть в городских картах финальной версии Half-Life мы как бы идем только в одну сторону, скажем так. допустим, по тоннелю или домах ходим, прячемся. Сильно-то там и не разбежишься, да? А вот здесь, допустим, мы начали отсюда, у нас есть пушка, враги идут откуда-то оттуда, мы, допустим, так вот карту проходим, и не знаешь, куда идти. Там проходы, улицы широкие, тут улицы широкие. и вот это вот было бы интересно, скажем так, более открытые широкие карты, которые было бы интересно изучать. Вот, кстати, этот момент, где мы встречаем детей. в финальной версии, конечно же, от детей отказались, потому что все дети уже выросли, там ведь как бы 20 лет прошло после того, как установили поле-то, или как оно там называлось, которое не позволяло людям размножаться. Поэтому детей там не было. что тебе от меня надо? тут как бы игра заканчивается на том, то, что я захожу в этот туннель, но на самом деле это далеко не конец. Там можно подняться выше еще. Я просто показываю вам карты. В финальной версии Half-Life вот эти городские карты не особо широкие. Там вот есть, конечно, одна, где нам надо штурмовать музей, после которого на нас нападают страйдеры. Но там на улицах мы тоже как-то мало сражаемся. В основном все идет в здании, в самом музее. я, конечно же, не говорю, что вот эти карты лучше. Просто, мне кажется, зря от них отказались. и вот мы оказываемся здесь, на втором этаже. Тут можно и сюда пойти, и туда. и вот мы снова здесь. Как бы, видите, тут более открытый мир. Тебя не заставляют идти по одному пути, то есть, просто по дороге. Ты можешь так идти по разным, ну, разными маршрутами, короче. По второму этажу, по первому. Терминал теперь. Здесь тоже не будет никаких перестрелок. Вот мы как бы выходим из туннеля. Правда, здесь он заложен кирпичами. Ну, возможно, это и должен был быть тот самый туннель, в который мы только что входили. Уставшие мужики. Возможно, устали от работы. Возможно, просто бояться, что им дадут по щам, так же, как и вот этим вот ребятам. как бы видите, тут у людей и форма другая, и вот у этих форма другая. Примерно такого же цвета, но у них другие значки. А у людей она не синяя, а зеленые кожаные штаны, кожаные кортки. Это не похоже на джинсы. И значок еще есть на спине. И, кстати, здесь они тоже толкаются. Ездят они вот на таких вот БРДМ. Я думаю, это вам должно напоминать ту самую площадь, на которую мы как бы выходим. Вот как бы конь. Помните, после того, как мы приезжаем в город, мы выходим и потом видим там лицо доктора Брина. Скорее всего, это та же самая площадь, потому что здесь мы тоже как бы вот если выходим отсюда, то поворачиваем направо. и даже если мы выходим оттуда, то тоже как бы идем сюда. Здесь есть вот такие вот ворота. Возможно, это путь в рай, в лучшую жизнь, которые светят белым светом. вообще ничего нет, кроме вот этой улицы. В дома тут не зайдешь, никуда не пустят. Там, конечно, есть вот такие вот проходы, но в них никак не зайти. Скорее всего, станция должна быть там. Станция, с которой мы приехали. Правда, мы совершили вот такой вот путь. Вот оттуда загнули такой крюк и вышли отсюда. Я так предполагаю. Но позже, скорее всего, все это вырезали и просто сократили так вот. Мы просто отсюда выходим и сразу же на главную площадь. То есть вот это главная площадь, скорее всего. Кстати, еще есть такой интересный момент. Если мы подходим сюда, сюда заходят эти пацаны, но здесь ничего нет. И если мы останемся тут, если бы мы остались в том здании, вернее, да, в этом здании, он бы закрыл дверь, и мы не могли бы оттуда выбраться. Ну и все, в этой карте больше ничего нет. А вот в этой есть кое-что более интересное, чем просто хождение по картам, которые не вошли в игру, и рассматривание текстур. В этой карте вроде бы можно уже пострелять. Мы вроде бы в каком-то вагоне едем, или в машине. Опять же, логотипы Pepsi. Настолько лом. В ящиках абсолютно ничего нет. Перевозят нас повстанцы. Нас кто-то подбивает и звучит сиена. Мы оказываемся вот в таком вот месте. это скорее всего многоэтажка, поскольку мы проломили крышу. И вот стоят сразу же солдаты альянса, которые должны нас убить. Вот это вот кстати ящик с патронами как видите здесь он деревянный потом он стал зеленым и железным. Ну что ж теперь давайте повысим игру до самой сложной. не обращайте внимания вот на все эти эрроры розовые текстурки квадратиков понятное дело что все это не доработано просто тот кто вытаскивал это из беты вытащил это таким каким оно было. Он конечно это доработал грунт он конечно доработал но накладывать текстурки и заменять модели вот эррор не стал. За . Отклини л о л о и л л о л о мы о о л о о о о о о У меня есть только СМГ И как бы все Так Нам сюда или туда Так вот еще пистолет Хорошо Честно сказать я сам даже не знаю что это такое Что здесь должно быть возможно сигнальный огонь Потому что отсюда идет дым Знаете эти шашки то с сигнальным огнем Которые я показывал В прошлый раз Ими можно стрелять с пистолетом Специального Флайеры то есть А не шашки Вот мы как бы поднимаемся на крышу И здесь уже Видим вот такие вот здания Красивые здания Какое то зеленое Темное Можно сюда пройти Также слышны чьи то выстрелы Вот это наш с вами Вертолет Сломанный И из которого мы вывалились Ладно не буду подходить А то меня огонь продамажит Хотя может это и не вертолет Потому что Лопастей как бы не видно И место К которому Крепились Лопасти Тоже не видно Это был Самолет А не вертолет Хотя я сначала Почему то думал Что это вертолет Идеально Мне надо вот туда Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому И то чтобы это было непросто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Так, ну где он? Так, у меня есть пистолет только. Ё-моё, как ты меня так пугаешь. Я аж вздрогнул. Я просто думал, что он там стоит. Я как-то даже не подумал, что он может ко мне подойти. Спокойно там такие ходят. Ё-моё. Кто же знал, что тут нет лестницы? Какая-то. Так, минус. По-моему, еще где-то есть. Где-то еще есть, точно. Тут уже по этим надо прыгать. Да, да, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, тут надо вниз спускаться. Вниз, вниз и вниз. Как бы мне сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столько дверей. Ну, это она не откроется. Что же тут так много хедкрабов? Я вот говорил то, что хотели сначала в бета Халфе делать вот таких вот зомби в броне. Вот они. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только, как видите, он тут без текстур. Как бы модели есть, текстур нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это граната или не граната а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под мной Когда я в бассейне, я сильно уязвим Они, по-моему, сами все гранаткинули Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аак Где я ещё один? Тут просто третий должен быть Очень странно Мне позволяют подняться наверх Давайте пока что никуда не будем подниматься Подробненько изучим эту территорию Может быть здесь что-то есть? На балконе Вряд ли конечно Но просто вдруг Нет тут ничего нет Воу Я чуть не выпрыгнул случайно Я такой смотрю на хп нажимаю прыжок Ну в общем у нас только Один путь Наверх Легты понятное дело Работать не будут Мы тут никуда не поднимемся Нам только сюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И что нам это дает Собственно говоря Ага Путь наверх И наверх А вот сюда В шахту лифта Ой Крабы Тоже знал что они здесь будут Желтые хэд крабы Встречайте Обычно они коричневые А тут желтые Такие знал И я знал что эта штука меня убьет Ну прыгать мы точно не будем Мы просто пройдемся Вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то здесь еще есть Е-мое Вот тебе в твою хэд крабью жопку За то что так резко выпрыгиваете Из... За шкафа incorporation Нажьи Самилия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но мы как бы эту область еще не обследовали Давайте здесь еще походим Здесь некуда ходить Здесь нечего делать Нам только сюда, вперед Я просто думал, что там тоже будет проход Субтитры сделал DimaTorzok Ядовитый хэдкрабик, опасный вид Желтый, мерзкий, противный, склизкий Не знаю, стоит ли сюда идти Конечно стоит, сюда-то нас не пустят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Странно, что трубы с газом Может это не газ, конечно, а пар Хотя я не думаю, что была бы разница Не взрываются от выстрелов Субтитры сделал DimaTorzok Я опять хэдкрабов слышу Где это здесь они Пацаны, не надо Драбашом, вообще-то больно Ну за что Окей, ща я вам Взрываете? Нет Ясно Я хочу даже не залезть Патроны не тратьте, господа Они мне еще пригодятся О, я подобрал гранату А че в тот раз не подобрал? В тот раз было нельзя, наверное Вот это классная миссия Согласитесь Нафига мне граната Так, нет Нет Я так понимаю Я так понимаю Я так понимаю Мне в лифт хотел я сказать Че-то передумал Хотя да, в лифт Эти же пути никуда не ведут Это нижний этаж Нифига тут Належение-то Сейчас, наверное Мочилова сильная будет Во, страйдер Танк Я хочу на это посмотреть Все Конец, короче, танкистам Нет Туда я не пойду Че-то мне расхотелось туда идти Эй, я случайно Я просто заглянул к вам Извините Черт Это вздва Как отсюда выбраться До свидания Вот так всегда Заходишь, значит К соседям в гости Ломаешь им дверь А они потом идут за тобой Такие, как зомби Дверь мне запили Блин Это А сейчас он меня будет слепить В общем Это такой вариант Дроида-разведчика Ну, дрон-разведчика Который, помните Там летает, фоткает Только он выглядит Немного по-другому Как вы уже заметили Так, наверное, надо сохраниться Потому что он сейчас Нападет на меня Да вроде нет Не нападает Косой Да мне можно и не перестреливаться С ними А просто бежать Интересно, на чем Это все закончится Оф Оф Промазал я Что-то их много В принципе Для убийства Фримена Было бы достаточно Все Мы прошли Мы прошли Вертигу мод Это вроде бы называлось Хелл бета Может я, конечно, и ошибаюсь Насчет того, что Эта карта была В Халф-Лайфе В бета-Халф-Лайфе У меня, конечно, бетка есть Но я там не все карты видел Так, это была вот эта вот карта Шестая глава В следующий раз тогда у нас будет Вот эта, седьмая И потом уже Там девятая Восьмая И все прочие Которые мы еще не видели Ладно На этом я с вами прощаюсь С вами был Леар Если любите Халф-Лайф И бета-Халф-Лайф И прочие моды на него Ставьте лайк Всем пока Субтитры подогнал «Симон»